Здравствуйте! Здравствуйте! Михаил, Евгений. Где находимся? Мы находимся в Воронеже, дилера бизнес-маркет на их, так сказать, филиале. Что будем сегодня рассматривать? Мы будем рассматривать самоходный опрыскиватель Текнома Лазер. Производство Франция, чистый француз, поставляется в Россию с официальной гарантией, с полной сервисной поддержкой, со складом запчастей. В чем преимущество по сравнению с конкурентами? Прямо три, три назовем, а потом пойдем к обзору. Наверное, сразу это будет высокий клиренс, гидравлический изменяемый, возможность изменения клиренса в широчайшем диапазоне от метра двадцати до метра восьмидесяти. Второе, это, наверное, будет двухгодовая гарантия на машину, которая предоставляется, поддержка запчастей, что сейчас немаловажно. И это является поставкой непараллельного импорта. Мы являемся официальными дистрибьюторами в России и поставляем опрыскиватели с официальной заводской гарантией. Третье, это будет высочайшая стабилизация штанги, которую мы здесь можем видеть. Надежная, мощная алюминиевая штанга, которая идеально копирует все неровности и рельефы на поле. Ну и также огромное количество опций на этой машине, которые клиент получает уже в базе. А опций очень много, если будет интересно, мы сейчас по ним расскажем. По основным пробежимся, до которых нету конкурентов. Есть такие? Ну, да, в принципе, есть. Да, такие есть. Он дальше так и будет поставляться в Францию, то есть все нормально? Да, да, да. Ничего, да, не запретного, все это хорошо? Все хорошо, да. На этой машине TECNOMA LASER HVC у нас находится алюминиевая штанга L3X 36 метров. Как мы можем видеть, это мощная металлоемкая алюминиевая штанга. И в то же время она будет намного легче, чем металлическая штанга. Вся разводка на штанге сделана из нержавейки. Как мы можем видеть, без проблем работает с кассами. В этой штанге сразу же у нас находится постоянная циркуляция в штанге. То есть не будет отложений и мгновенный факел распыла, как на концах штанги, так и ближе к самой навеске штанги. Факел будет мгновенный. Циркуляция в штанге происходит постоянно, вне зависимости от того, происходит опрыскивание, либо же мы переезжаем из поля на поле. Опрыскиватель поставляется сразу же в комплекте с четырьмя форсунками револьверного типа. Управление опрыскиванием происходит за счет пневматики, благодаря блокам ЭДСЛ. Возможно, поставка на штанге у нас находится до 18 секций. То есть, когда мы заходим на опрыскиванный участок, если у нас по секционное отключение стоит section control, в автоматическом режиме 18 секций отключают и включают форсунки. На штанге 36 метров алюминиевой L3X у нас уже идет сразу же в комплектации 5 ультразвуковых датчиков, которые копируют рельеф поля. Как мы можем видеть, два датчика здесь, один датчик посередине и два датчика будут на левой стороне штанги. Это сделано для максимального удобства оператора, чтобы штанга в автоматическом режиме копировала все неровности поля. Также мы можем видеть на штанге специальная подсветка, называется LED Blue Beam, то бишь синий луч, который освещает каждую форсунку в процессе работы. Когда машина работает ночью, мы видим работу каждой форсунки. Если где-то произошло забивание, оператор без проблем может это снять, почистить и поставить обратно. Сейчас на машины Текнома Лазер мы поставляем новую опцию, называется ОСС-4, когда у нас вместо одной форсунки используются сразу четыре форсунки. То есть в автоматическом режиме опрыскиватель выбирает необходимую нужную форсунку и на нее переключается, чтобы была всегда оптимальная дисперсия факел-распыла. Также для удобства оператора в этой машине реализована камера заднего вида, которая выводится на монитор опрыскивателя. Всегда можно посмотреть при движении назад, очень удобно. Все сделано специально для удобства оператора. Навеска штанги параллелограмм, а сама штанга, весь навеска штанги самой, это называется альбатрос. Оно похоже на крылья альбатроса, такая трапеция, которая сделана специально для гашения колебаний. Все амортизаторы и также устроены именно с азотными аккумуляторами специально для гашения колебаний, чтобы штанга в автоматическом режиме гасила колебания. Здесь снизу мы можем тоже видеть блок азотных аккумуляторов, настроенных именно для гашения колебаний на штанге. Основные все колебания от почвы передаются на штангу. Текнома для того, чтобы сглаживать эти колебания, пошла именно с помощью пневматических подушек, которые сглаживают колебания в автоматическом режиме, называется подвеска Аксейр. И сейчас я вам покажу шарнирные соединения, которые сделаны специально для того, чтобы гасить колебания, передаваемые на штангу. То есть все в самоходном опрыскивателе подчинено тому, чтобы погасить колебания и добиться высочайшей стабильности штанги. А дальше уже идет оптимальная дисперсия капли и великолепное качество распыла. То есть мгновенно начиная движение опрыскивателя должен быть правильный факел распыла, который будет по всей длине штанги. Хотелось обратить ваше внимание на то, что вся разводка находится внутри штанги. Она защищена от повреждений при каких-то касаниях. Все находится внутри. Крайняя секция штанги, она в случае каких-то повреждений, вы видите, вся полностью закрыта, повреждений не будет. Но также при ударе она отходит вверх и в сторону. То есть это сделано именно для того, чтобы сохранить штангу. Она полностью отскочит или нет? Ну не полностью, она совсем туда не отойдет. Она подпружинена, если интересно, попробуйте. Ну то есть чуть-чуть защита от дурака есть. Ну защита большая получается. Это сколько? Метра два с половиной? Да, тут можно хорошо ударить и ничего не случится. И как видите, не на каждой штанге крайняя секция полностью зашита. Здесь форсунка-держатель, ромашка, вы его не повредите. Все находится внутри штанги. Немаловажно. Все, что дальше, это уже, да, серьезно будет. Да, это уже очень серьезно. Хотя, хотел добавить по алюминиевым штангам. И специально задавал вопрос, как варятся в Европе, пробовали, не пробовали. Сказали, варятся без проблем, если необходимо. Ну хотя, ресурс штанг этих огромен. Сейчас предлагаю перейти к сердцу опрыскивателя. Это двигатель Дойц, 270 лошадиных сил. Надежный, проверенный временем. Известный на рынке России. Он идет без прожиха, без мочевины, ТИР-3А. Всеядный, простой двигатель. Соотношение лошадиных сил на массу опрыскивателя одно из самых высоких в классе. Потому что этот опрыскиватель, хоть и с гидравлическим клиренсом, имеет вес немногим более 10 тонн. То есть, по сравнению с конкурентами, эта машина довольно легкая. А учитывая мощный двигатель, 270 лошадиных сил, то соотношение лошадиных сил на тонну здесь весьма велико. Евгений, давайте посмотрим, как сам капот открывается. Как обслуживание производить этого объекта. Все закрывается, специальные щитки, отсеки для хранения. На гидравлике, да? А замочки есть для русских? Да, замочков они не ставили, нет? Здесь один гидробак, сразу пока мы здесь находимся, на 110 литров, в котором вся жидкость отображается. Если где-то происходит падение жидкости в гидравлике, так как у нас гидростатическая трансмиссия и машина вся работает с гидравликой, мы можем сразу видеть здесь в одном окошке. Очень удобно. Вот специальный... Вот, внимание, капот будет открываться. Это вы качаете, да? Да, 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 да. Для того, чтобы подкачаться водителем. Ну, в принципе, не так много и надо, да? А лесенка есть в комплекте? Ну, первым клиентам подарим. Да? Ну все, стремяночка, да? Да, обязательно. Вот, двигатель Дойц, здесь еще ставятся специальные щитки, но они сейчас сняты именно для транспортировки, так проще. Масса идет с ключа. Мы с ключа заводим, выключаем, масса автоматически включается, отключается на этой машине. Нет, специальных кнопок нет. Все радиаторы открываются книжкой здесь с помощью отвертки. Легти, да? Да, отвертку... Да, есть комплекс. Отверткой можно будет открыть и радиаторы почистить, продуть, вот. А так, конечно, это вот сейчас можем видеть минимальный клиренс метр двадцать пять. Я, может быть, возьму рулетку померить, но мне кажется, это явно не метр двадцать пять. Наверное, нет. Хотя вот... Метра полтора. Завод заявляет минимальный клиренс метр двадцать пять. Ну, это по нижней, наверное, какую-то раму-то вон там, наверное, да? Возможно, какая-то нижняя точка. Потому что вот эта выше. Сантиметров на десять точно. Поэтому при уборке, диссекации подсолнечника работы на высокорослых культурах мы его поднимем еще в максимальный клиренс за счет гидравлического изменения клиренса. Это сколько? Ну, по паспорту максимальный клиренс его гидравлический это метр восемьдесят. Но вы увидите, что там он реально выше. Выше. То есть мы не можем заявлять больше, чем получаем в технической документации, чтобы это не было обманом. Но по факту каждый может увидеть, что машина реально выше, чем метр восемьдесят. Ну, это можно проверить. У вас... Вам нужен ваш менеджер. Метр восемьдесят. Вы его разуваете. А. Поднимаете трактор. Завязывайте глаза. И чтобы он под всем прошел. Он бежит, да. Нет, не прошел, а бежать надо. Обежать. Если он пробегает... Ну, можно чуть-чуть тогда пригнуться. Это уже будет... Тогда все подлились. Согласен. Сейчас я опущу капот, он аккуратно опускается только. Опускается он как быстро или плавно? Ну, все зависит от того, как крутим этот барашек. А, можно бахнуть, да, можно это. Да, ну, желательно медленно, потому что, чтобы... Машина дорогая. Машина дорогая? Сейчас ничего... Хорошо и дешево не бывает. Согласен. Сразу пока находимся спереди автомобиля, хотел бы нас показать... Резина у нас Michelin Agribib 380 на 90 R46. То есть, довольно дорогой производитель, хорошая резина. Здесь вся подвеска машины реализована. Передаются толчки, они гасятся пневмоподушками, которые работают в активном режиме. Две пневмоподушки спереди, вот там еще вторая есть, они с позиционерами. Всегда отслеживают порожная машина, либо же полная. У нас здесь реализована гидростатическая трансмиссия Bosch Rexroth. Машина высочайшей проходимости. Здесь мы можем видеть гидромоторы Bosch Rexroth. Каждый объемом с изменяемой камерой от 80 до 25 сантиметров кубических. Чтобы было понятно, за один оборот колеса он потребляет около 3 литров масла. Это один из самых больших показателей в классе. Здесь блокировка стоит дифференциалов на каждом колесе гидравлическая. Плюс управление гидромоторами идет через два гидронасоса. На машине используются два гидронасоса объемом 140 сантиметров кубических. Также стоит блокировка от перетекания передней оси, от задней ось. У многих конкурентов, вот вы спрашивали в начале ролика, какое из преимуществ может быть. То, что здесь очень мощная гидростатическая трансмиссия, которая реализована за счет гидромоторов Bosch Rexroth с изменяемой камерой и двух гидронасосов по 140 сантиметров кубических. Если даже что-то случается, машина всегда выедет из самой большой грязи, из топи. Это будет без проблем. Давайте, наверное, поднимем машину, да? Да, давайте, чтобы было удобнее. Продолжение следует... Ну да, наверное, хватает. Ну вот, метр восемьдесят шесть, раньше был метр восемьдесят семь. Ну, со временем я же, наверное, вниз иду. Ну, у вас ботинки. Ну, и да, и ботинки, в принципе. И волосные. Ну, я могу попытаться пробежать, ну, а вдруг, ну, хотя... Чуть-чуть сюда, да, как раз? Да, в этом. Но надо чуть-чуть сместиться в сторону, и тогда все четко пройдет. Ну, кого не жалко. Да, прошу обратить внимание, что все днище. Текнома лазер, опрыскивателя зашито. То есть здесь нет ничего висячего, каких-то проводов. Клиренс изменяется. Изменяется нога, она во всем диапазоне. Как вы видели, во время изменения клиренса машина автоматически поднимается, ну, полностью вся. И в любой момент, когда мы держим клавишу, ее можно отключить. И, то есть, если мы видим по культуре, по растению, что нам, ну, достаточно этого клиренса, и больше нет необходимости, нет смысла поднимать ее выше, задирать тогда. Ну да. Нога выворачивается и изменяется клиренс. Так же происходит опускание клиренса. То есть в этом плане все очень просто и реализовано во всем диапазоне. Это не так, как, знаете, есть у многих конкурентов. Вроде бы и есть изменение клиренса, и оно вроде бы не сложно там, да, там. А, ну, для этого нужно использовать какие-то механические, там, погрузчик телескопический, еще что-то. И в таком широком диапазоне не поменяешь. А когда работают по высокорослым культурам, вот он поднялся в максимальный клиренс, отработал, и ему нужно переезжать с поля на поле, либо же по дорогам. То здесь лучше, конечно, кнопочку нажал быстренько, опустил, и тебе удобно, и провода не касаются ничего. Раз уж нам теперь так удобно рассказывать про подвеску Текномы Лазер HVC с алюминиевой штангой L3X, прошу обратить внимание на треугольную качающуюся заднюю ось, которая находится на специальном шарнире. То есть для чего это сделано? Для того, чтобы колебания, которые передаются, и толчки через колеса, меньше передавались на штангу. Она сглаживает колебания. Далее мы можем видеть, там есть две большие мощные пневматические подушки, огромные, которые также гасят колебания. Это вот они, вот там вверху стоят. Ну а дальше, как у всех, азотные аккумуляторы, амортизаторы с датчиками нагрузки, которые работают также в активном режиме. Амортизатор не просто работает, на нем еще есть датчики нагрузки. На Текнома Лазер у нас бак 4200 литров, это его минимальный объем, по факту он плюс 10%. Там по факту больше чем 4500 литров, сделано специально на пеногашение. Также здесь у нас находится промывочный бак 450 литров, бачок для омывания рук. То есть здесь находятся ядромешалки, трубки Вентури, которые ответственны за смешивание раствора внутри бака. Также у нас здесь находятся 4 омывающие форсунки Лафтон, которые всегда омывают бак. И на этой машине также реализована довольно-таки дорогостоящая опция, но она входит в стандартную комплектацию по этому автомобилю. Это возможность промывки основного бака из кабины. То есть в конце рабочего дня, либо переезда из поля на поле, оператор может промыть рабочий бак из кабины. А сейчас я предлагаю, ну, опущу клиренс, наверное, и покажу смесительный узел опрыскивателя. Вот это я глянул уже со стороны. Он автоматом опускается, когда машина заглушила, открывается автоматически. А когда завел, он поднимется автоматом? Да, поднимется. А нет, нет, там кнопка. Лесенка, да? Лесенку нужно поднять, можно забыть, да? Ну, он не даст без нее поехать с открытой лесенкой. Датчик, надо будет. Где-то датчик есть, да? Да, да, да. А это что, автоматом? Ой, то есть это ручным, если что? Ну, это вручным, когда мы ее не заводим. Если она закрытая, а нужно попасть в кабину, и не... Он, да, наш закрытый. Дернулась. Там дернули, и она опустилась. Секретно сзади, чтобы никто не знал. Ну, так цивильно все сделано, так крепенько. А вот эти вот еще механизмы, это что? Это все для управления смесительным узлом, так называемым хоппером, в котором происходит смешивание химикатов. Как его опустить? Он опускается гидравлическим. Только гидравлика. Сейчас машиной заведем, да, и можно будет его опустить. С левой стороны у нас что стоит? Это для омывания рук. Вот здесь у нас есть край, мы можем его открыть. А, ну тут... Если нужно руки помыть. Тут заправочка. Да, и помыть. Там даже есть чуть-чуть водички. Так, ручечка есть, заход удобно. Тут прорезано, чтобы грязь высыпалась, влага не задерживалась. Закрыто, гидроупор закрыт. Ох, какая царская сидушечка. Ну, ух ты, что у француза тут? Заводите. Можно, да? Так, у нас что, газ, тормоз? Не, просто можно заводить и все. Без ничего, да? Без ничего. Газ не нужен. Поворачивать. Нет. Что нужно? Как мы видим, друзья, здесь находится приемный коппер. Все управляется гидравликой. Здесь специальный монитор, называется NovaFlo 2. Я не буду пока отрывать. Хозяин оторвет. Да, это хозяин оторвет. Здесь показывает, видите, мы можем видеть 78 литров. Это в основном баке. Куда мы будем посылать на обрыскивание. То есть здесь можно как управлять? Шаровыми кранами. То есть мы берем жидкость из основного бака. И куда мы ее направляем? Например, на форсунки. Либо же мы можем их направить на смесительный узел. Это делается вручную. Также это можно все сделать и из кабины в этой модели. А там вода есть? Сейчас в нем есть, да. Но это антифриз получается. Тосов. Не замерзающая. Мы опускаем приемный коппер. Надо аккуратнее, да? Да, вот он. Это здесь включаются мешалки, включают смешивание, умывающая порсунка. А зачем тосов? Ну, для хранения. Чтобы ничего не замерзло. Опрыскиватель управляется мембранно-поршневым насосом RM700. Он сзади находится. Одно из преимуществ мембранно-поршневого насоса, то что он может работать с высоким давлением до 15 бар, с форсунками инжекторного типа, которым необходимо высокое давление. Также при заправке у нас нет необходимости хранить жидкость в баке, он может и на сухую закачивать, малое пенообразование. С этой стороны мы можем в любой момент, например, повысить обороты двигателя, автоматически закрывается. Поднимается помедленнее, да? Да, пока. Ничего не цепляет. А, это единый узел. Все, да, направили. Ну, тут все просто, да? Это вот это форсунки. Откуда мы берем, выбираем? С промывочного бака, со сторонних источников. Это основной? Да, основной бак. И здесь мы выбираем, ну, куда мы это направим. Кстати, одной из особенностей техном и лазер, хотел сказать, мы можем одновременно заправлять химию, и заливать воду. То есть происходит, одновременно это можно делать. Заправляете химию, коппер, включаете мешалку и заправляете воду. Здесь очень много вариантов. Смешивает исключительно мешалка. Мешает здесь и в коппере хорошо, и в баке. Остается гидравлическая мешалка от трубки Вентури 4 штука. Ну что, в кабину теперь можно? Да, давайте. Так, это мы опускаем, чтобы он не пищал больше, да? Да. Вот так. Все, ошибок нет. Он по правую сторону, по левую сторону открыт, а по правую сторону вы должны будете сами сообразить. Обслужили масло, посмотрели, да? Да, ну это если необходимо, да. Капот открыли, закрыли. И плюс вам это будет лучше видно по правую сторону капот, потому что по левую сторону тут его не видно. Ну если так, даже если забыл. Визуально, боковым зрением вы это увидите. По органам управления. Заглушим пока, Нэнда? Ну здесь, да, можно заглушить. По органам управления здесь, как в дорогой иномарке, регулируемая рулевая колонка, вверх-вниз, вперед-назад, электрозеркала. Также, когда заведем вот электрошторки, можно будет потом показать, допускаться. Ну у меня, я понял, накинуть. Подогрев зеркал. А это место для обучения, да? Ну это как для, да. Вообще-то для инструктора, который поедет нужен. Для инструктора? Ну, командовать. Сядьте. Ну довольно, да. Как тут это происходит? Ну в принципе, да, он должен смотреть за всем. Все, управляется джойстиком. Джойстик вперед, машина поехала. Джойстик назад, она тормозит за счет гидростатической трансферии. До конца, да? Ну модно, на себя она будет, вот на себя мы поехали, выбрали. Надо вот так, она уже будет притормаживать. Три диапазона скорости. Максималка ограничена 40 км в час, можно там до 17-25 км в час. В выбранном диапазоне можно поставить круиз-контроль, и обороты двигателя будут подстраиваться под выбранную скорость. Также здесь бак 360 литров, тоже он не маленький. Все управляется кнопками, здесь выбираем скорость зайчик, улитка, можно все выбрать. Управление передними колесами, задними, при достижении скорости свыше, по-моему, 12-15 км, 12 км в час. Автоматически они выравниваются, ну то есть, чтобы никуда не уйти, вот как сейчас у нас колеса вывернуты. Это можно сделать, тут и педаль есть, педаль сбоку. Например, нажали, колеса выровнялись. Ну все электронное, да. Кнопки программируются также. Это специальный монитор, на котором выводятся его технические все характеристики. Здесь можно и ошибки просмотреть, какие есть, если они появятся. То есть не нужна специальная какая-то программа, которая позволит это считать. А это его монитор, называется Мюллер Электроник, это тоже мюллеровское оборудование, стоит на закачку, которое называется Nova Flo 2. Ну мы с вами видели мониторчик внизу, на котором можно выбрать, вот сколько литров закачать нужно. Мы выбрали, например, там 2 тонны или там, ну до литра. А он закачает и выключит. Здесь от прокидывания тоже есть специальное устройство. Громкая связь, как мы видим, реализованы магнитолы, пневмосидения, различные ящики для хранения. Четвертый класс защиты, угольный фильтр, избыточное давление. Ну как обычно, хороший опрыскиватель. Если сразу дверь плохо закрывается, это не минус, это значит здесь нет никаких, так сказать, возможностей для выхода воздуха. Он должен плотно закрываться, то есть воздуху выходить некуда. Как мы видим, дверь закрыли и сразу же стало намного тише. Здесь очень сильная звукоизоляция машины. Но здесь специально, потому что в Европе они очень заботятся о безопасности и здоровье оператора. И это считается одной из особо опасных работ профессия оператора на опрыскивателе в Европе. Поэтому... Жаль, китайцы так не считают. Да, все подвержено для того, чтобы обезопасить его здоровье. Техническая документация, с которой надо все выучить. Все? Тут сокращенного нет. GPS, хренес, это реально все к нему? Это все к нему. Е-мое. Ну, выезжает и от завода сервисный специалист, и сервисный специалист от дилера, который обучает напрямую в хозяйстве, покажет все, расскажет. То есть такого не будет, что бросили, продали, там, как хочешь. Да нет, ну за эту стоимость, я думаю... Ну, конечно. Нифига себе. На кресле у нас, смотрю... Вентиляцию можно. Вентиляция, подогрев, да? И подогрев, и вентиляция. Ну, тут много регулировок, я смотрю, да? Так, а можно завести, наверное? Можно последний разок завести? Сейчас я покажу, как лесенка сразу. Так, у нас все закрыто, да? Не сработало, да? А она сама не поднимется, это когда мы запушим она сама. Это когда кнопка будет в другом положении. Вот, теперь, когда мы заглушим, она сама. Там как будто клапан открывается, да? И она как-то, да, перепускает. Вот, и надо не забывать кнопочку. А то потом кто-нибудь там стоит на подножке, так он его кверху и поднимет, да? Да, да, да. Ускорит процесс. Также вы можете видеть, есть возможность крабового хода, след-след, работа на уклонах. Поворачивается передняя ось в одну сторону, задняя ось в другую сторону, что дает нам минимальный радиус разворота 5,2 метра. А также это будет очень удобно, когда заходим в рядок, чтобы не травмировать, не топтать растения. У вас всегда будут очень аккуратные проходы. Мы можем обратить внимание, что ноги опрыскивателя довольно узкие. Не будут травмировать также растения, когда мы заходим именно в рядок. Колея меняется механически до 3,5 метров. Есть, конечно, у нас машины с гидравлическим изменением колеи, но на данной модели она меняется механически за счет изменения рулевых тяг, которые идут в комплекте. На широкую ось, на узкую, можно под любую поставить. Но в основном, как показала практика, клиенты раз выставляют необходимую колею и в этой колее работают. Если необходима постоянная быстрая смена колеи, то здесь можем предложить машину уже с гидравлическим изменением колеи. Давайте нам посмотрим, да, вот сейчас опрыскатель полностью в рабочем состоянии, скажем так, да. Все поднято. И клиренс, и штанга. То есть это к вопросу о десекации, когда многие спрашивают, хватит клиренса или подъема штанги опрыскивателя. Здесь вы можете сами видеть воочию. При максимально поднятом клиренсе, который по факту даже выше, чем 1,80 м, вот мой рост 1,87 м, видите, я прохожу под ним. Высота штанги имеет высочайший диапазон регулировки. Больше 2 метров 10 сантиметров только регулировка штанги. Для какой высокорослой культуры ее может не хватить, этой штанги, и в работе, как вы видите. Давайте высоту померяем, да, рулеточку взяли? Да, взял. С чего начнем? Ну, давайте под капотом, наверное, пониже будет, чем до штанги поставили. Давайте, в самую низшую точку, да? В самую низшую, где-то здесь. Ну, 1,84 м здесь в нише. А если выше, под капотом померять? Ну да, тут получается 1,95 м. Здесь уже будет оно за счет рамы пониже. 83. Ну, сама штанга, надо пытаться, это для какого высокорослой культуры? Это что-то большое, да? Это, да, это капец. 3,25. Ну, плюс откинуть там сантиметров. Ну, 3,20 где-то вот так. И плюс штанга выравнивается, да? Да, она выравнивается. И штанга у нас с изменяемой геометрией. Она может, когда поднимается правое крыло, левое может опускаться, а также поднимая правое крыло, поднимается и левое крыло, либо же отрицательная геометрия. И штанга позволяет работать на три четверти. То есть, одно крыло мы сложили до половины, второе выравнили. Также здесь одно сложили крыло, второе выравнили. Вот. На концах штанги также используется концевая форсунка, специальная электрическая для обработки посадок, каких-то края поля. Очень удобно. Это что такое? Ну, это концевая форсунка, которая в сторону смотрит и обрабатывает посадки, либо край поля. То есть, она может еще какое-то расстояние захватить больше. Чтобы сорняк не лез из посадки. Да, да, да. Управляется электрически. Есть ручные, есть электрическая. Эта машина в хорошей комплектации, по акционной цене. Поэтому, кого заинтересует, пока обращайтесь в компанию «Бизнес-маркет». Есть. Евгений, спасибо за обзор. Спасибо вам. Будет интересно посмотреть в работе, да? Да, это было бы намного интереснее. Как продадите, зовите. Да. Посмотрим довольного клиента. Согласен, договорились.